Эти страшные кадры были сняты в прошлом году. Тогда в ДТП на Зминогорском тракте пострадала маленькая девочка. А это съемка двухдневной давности. На Кутузова автомобиль сбил 12-летнего ребенка. С переломом ноги пострадавшая доставлена в больницу. Обе аварии произошли на пешеходном переходе. Дети считают, что они в безопасности на пешеходном переходе, не убеждаются, что их водители пропускают, начинают переходить проезжую часть. Ну а водители невнимательные, не пропускают пешеходов. Спешенность перевели его, безопасно. Так сказать, чтобы не было никаких последствий. Уж сколько раз твердили миру. Каждое лето инспекторы проводят рейды и напоминают детям, как правильно переходить проезжую часть. Но порой не срабатывают ни знания, ни инстинкт самосохранения. А если бы машины заповаривают из-за луна, как вы думаете? Больше так не будет. Запомните, это не игрушки, которые вы играете в компьютеры. Там заново не перезагрузишь. Объяснять, как вести себя на дороге, должны не только сотрудники госавтоинспекции. Делать это нужно прежде всего родителям. Но порой рассказывают полицейские, и сами мамы не думают о правилах. Кто не видел картины, когда женщина переходит дорогу с коляской ребенком в неположенном месте? Таких родители могут остановить сотрудники ДПС. Наказанием станет штраф в 500 рублей, если случай не успеет наказать страшнее. А вот 13-летний Егор – велосипедист со стажем. За рулем он уже 5 лет. И всегда придерживается правила. Подъехал к дороге, слез с велика. Правила дорожного движения важно соблюдать для своего самосохранения, чтобы оставаться живым и невредимым. Всего с начала года в ДТП пострадал 61 ребенок. Это уже больше, чем в прошлом. К счастью, все живы. Сотрудники ГИБДД напоминают, что поведение детей всегда непредсказуемо. Выскочить на дорогу они могут в любой момент. Поэтому, приближаясь к пешеходному переходу или заезжая во двор, сбавьте скорость. Это поможет сохранить малышам жизнь. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.